Жилой дом, квартира, машина, гараж. Ежегодный платеж на это имущество владельцы должны внести до 1 декабря. Иначе на общую сумму обязательного взноса начислят пение. Те рязанцы, которые уже опоздали и не сделали оплату имущественных налогов за 2022 год, они попадают в категорию должников. И им начинают начисляться пение. Естественно, здесь все зависит от того, какая сумма налога к уплате. Но если сумма к уплате достаточно большая, много имущества у гражданина, то и сумма пение даже за каждый день просрочки платежа будет достаточно существенная. Способов узнать сумму имущественного налога несколько. Но, например, почтовых извещений в ведомстве рекомендуют не дожидаться. Гораздо удобнее и быстрее посмотреть и оплатить сумму через цифровые сервисы. Традиционно первыми уведомления у нас получили пользователи личного кабинета налогоплательщика. Это наш официальный сервис. И те, кто к нему подключен, могут уже посмотреть, за какое имущество, в каком размере, какая сумма будет у них к уплате. Ну, естественно, сделать оплату. Те рязанцы, которые у нас предпочитают традиционно ждать по почте, вот к ним сейчас хотелось бы обратиться и призвать их не дожидаться доставки на этих заветных конвертов, а сейчас также подключиться к нашему электронному документу обороту. Для того, чтобы получить уведомления в электронном виде, нужно зарегистрироваться на официальном сайте налоговой службы. Вся необходимая информация будет в личном кабинете сервиса. Кстати, сумму имущественного платежа можно узнать и через госуслуги. Для этого нужно заполнить согласие на получение электронных уведомлений напрямую в личном кабинете. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».